Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем вопрос. В браке вы пишете 15 лет, двое детей. Это действительно большой срок, 15 лет. И важно понимать, что вы за это время могли измениться оба. То есть мог измениться ваш муж и могли измениться вы сами. И могли измениться ваши ценности, могли измениться ваши приоритеты, могли измениться ваши взгляды. Все могло измениться по большому счету. И очень важно, чтобы вы знали об этом. То есть чтобы знали о том, какие изменения, условно говоря, произошли. Какие изменения происходят, какие изменения произошли, что произошло, как, условно говоря, вы изменились. Как изменится ваш муж, допустим. Вот. Ну, если. Если. Если он изменился. Вот. И так далее. То есть это очень, ну, такие важные моменты на самом деле. Вот. Понимаете, да? Дальше. Дети. Вообще говоря, дети что-то дают такое ощущение своим родителям. Порой. Что родители, как бы, сами себе не принадлежат. Вот. Это не сказать, чтобы такое, прям, чистое, достаточно явление. Но, довольно часто подобное бывает. Вот. И, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы вы, вот, определились бы с этими моментами. Например. Например. С моментом о том, а, вот, как много времени вы бываете именно мужчиной, женщиной, личностью, да? С супругами. С супругами. С супругами. И так далее. Потому что, если вы не бываете, или если вы очень меньше, ну, выступаетесь в подобных ролях, то, в общем, в общем, в целом, а, могут, могут быть проблемы. Вот. И, проблемы могут, могут быть, ну, на мой взгляд, а, довольно серьезно. Понимает. Там, о чем, о чем, о чем здесь речь. Дальше. Перейдите много и сума. Тюрьма, обман, изменит, менял он. Ну, смотри. Значит, если мужчина изменяет, значит, вероятность его, эм, что-то его не устраивает. Вот. Что-то его не устраивает, эм, что-то не удовлетворяет. Вот. И, эм, соответственно, это нужно поисследовать. Обязательно. Что именно мне удовлетворяет. Вашего мужа, времена ему не хватает. А вот, чего ему не хватает, если не хватает. И, как вообще, эта ситуация? Ну, ну, можно, эм, условно говоря, разрешить. Вот. Потому что, ничего из ничего не бывает. То есть, если есть изменения, значит, есть какие-то трудности, есть какие-то сложности, какие-то проблемы. Есть. Вот. Их, их, их лучше стараться решить. Вот. На мой, на мой взгляд. По крайней мере. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Эм, значит, после последней измены хотел уйти из семьи. Эм, что произошло? Что значит хотел? Если хотел, почему не ушел? Вот. То есть, ну, как-то вот не очень понятно, что вы здесь имеете виду. Вот. То есть, если, если хотел уйти, почему не ушел? Вот. А, моменты. Достаточно важные. Вот. И лучше с ними, ну, наверное, разобраться. Вот. Вот. Дальше. Идем. Дальше. Да. На штатах просил прощения. Вы что? На штатах просил прощения. Просил прощения. То есть, эээ, ну, вообще говоря, вообще говоря. Просил прощения. Эээ. Просить прощения можно. Конечно. Эээ. Можно. Просить прощения. Но. Проблема здесь заключается в том, скорее. Что. Проблема в прощении не решает, не решает проблему. Вот. А. Такая вот история. К сожалению. К сожалению. А. Вот. В принципе. То, что. Я могу вам. Сказать. Дальше. Давай сейчас. Спросил. А. Поняли ли вы. Из чего. Так. Такая история. Обосликает. То есть. Поняли ли вы. Из чего. Человек. Эээ. Себя. Так ведет. На мой взгляд. Скорее всего. Не понял, по крайней мере, так это выглядит. Дальше, дело в том, что он с ней работает. Тут вы начинаете посвящать наш курс дела и пишите о том, что оказывается ваш муж работает с другой женщиной, у них клуб по художественной гимнастике, и соответственно они вместе там работают. Иногда он не ночует дома, ввиду того, что работа на другом конце города в зале. Опять же, как это связано с тем, что вы человека простили? Не совсем понятно. Он вам говорил, что больше не будет. Он вам говорил, что такого больше не повторится. Или что. Дальше. Я чувствую, что эмоции берут вверх. Какие эмоции? От чего эмоции? Она тренер нашей души. Если я прошу присутствовать на соревновании, гробится уйти из дома. Опять же, честно говоря, не очень понятно, для чего вы хотите присутствовать на соревнованиях. Зачем? С какой целью? Это первое. Второе. Если человек грозится уйти из дома, то он, на мой взгляд, совершенно очевиден, что не так, то он вами дрожит. И опять же, здесь не совсем понятно, а за что тогда он просит прощения? За что тогда? За что тогда человек просит прощения? Если, по большому счету, грозится уйти из дома. Вот. Ну а вы здесь, судя по всему, проявляете ревность, вот, и неуверенность в себе, то есть недоверие. Вот. Ну и совершенно очевидно, что у вас есть трудности в отношениях. Так, часто срываются, пищевые. Срываются, ну что, срываются из-за чего? Как вы пришли к тому, что человек срывается? Вот. Что вы понимаете под, ну вот, под тем, что он срывается? То есть всё непонятно. Вот, такое ощущение, да, что вы, ээээ, просто поместили нас в ситуацию, которая началась не сегодня и не вчера. И, как бы, хотите, чтобы мы вам дали ответ какой-то, но нужно разбираться, нужно разбираться с этой ситуацией, да, нужно смотреть, как вы вообще в ней оказались. Дальше. Так, нет разговора откровенного. Ну, чтобы был откровенный разговор, я полагаю, нужно, как минимум, нужно чтобы вы, ну, мне так кажется, нужно чтобы вы доверяли себе. Понимаете? А у меня нет ощущения, что вы, что вы себя доверяете. У меня нет ощущения, что вы принимаете себя полностью, что ли. То есть, такое ощущение, да, что только мужчина ответственен за откровенный разговор. Понимаете? Понимаете? Такая штука. И на это вам нужно обратить свое внимание. в первую очередь, что я делаю для того, чтобы разговор был откровенным. Что конкретно я для этого делал. Вот. Вот. То, как можно здесь сказать. Дальше. Да он и не идет. Я превратилась в комок нервов. Из-за чего? Забудилась в чем? На мои просьбы ночевая дома реагирует грубо и зло. А зачем вы просите у него ночевая дома? Помогите. Пожалуйста. Люблю его. Наверное, в своих аналогах жить не согласна. Но я бы для начала разобрался бы с тем, что вы, ну, понимаете, что любовь, она здесь направлена как бы на человека, а вы переживаете свои трудности. Поэтому в чутках вам действительно нужно разобраться в своих. А вот. Что касается того, что вы не согласны быть на первых ролях. Здорово, но я боюсь, что вы уже на первых ролях. Вот на вторых ролях. Здесь проблема, скорее всего, с вашей самооценкой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.